В парке имени генерала Маргелова Заволжского района Ульяновска строится храм во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Еще год назад на этом самом месте ничего не было. И вот храм все отчетливее начинает принимать свои очертания. 14 июня митрополит Симбирский Новоспадский Лонген совершил чиноснование строящегося храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Перед началом богослужения он призвал верующих к молитве о скором завершении строительных работ. Сегодня мы видим, что храм в его честь, строящийся здесь в Заволжском районе Ульяновска, строится быстрыми темпами, строится очень качественно, красиво. И мы сегодня совершим так называемую закладку основания этого храма. А я призываю вас не только быть зрителями того, что происходит, но и постараться вместе с нами помолиться о том, чтобы Господь поспешенствовал тем, кто строит, чтобы как можно быстрее это строительство было закончено. За первым общественным богослужением в строящемся храме молились губернатор Ульяновской области Алексей Русских, благотворители храма, представители городской администрации, руководящий состав и бойцы 104-й дивизии ВДВ. Вой мир и всего мира благосостояния и святых Божьих церквей и соединений всех Господу помолимся. Господи помилуй. Чиноснование совершается, когда устроен фундамент нового церковного здания. Во время этого чина молятся о том, чтобы Господь благословил труды делателей и начало строительства Дома Божия. В фундамент храма устанавливается специальная капсула с грамотой, где указано, когда, в честь какого праздника или святого, при каком предстоятеле церкви и епархиальном архиереи, усердием каких благотворителей возводится храм. Митрополит Лонгин поблагодарил благотворителей и строителей храма. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал совершение чина основания нового храма историческим событием для области и митрополии. Замечательно, что нарекли мы храм именем великого князя человека, вся жизнь которого является примером служения народу, примером служения родине и примером служения нравственным ценностям православия. Уверен, что у этого храма будет очень хорошая судьба. Впереди еще много работ. Согласно проекту, церковный комплекс будет включать в себя однокупольный храм, рассчитанный на 350 человек, и административное здание для размещения приходских служб в воскресные школы. Слава Богу, сегодня получилось так вот собраться всем, после будний день помолиться святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Мы очень надеемся, что его молитвами храм будет построен достаточно скоро. Надеемся, что в этом году, если Богу будет угодно, то будет завершена кирпичная кладка. Возводятся стены, возводятся также фундаментные вспомогательные блоки, которые от нас находятся к главному входу. Ну, в основном вот это вот. То есть нам сейчас, дай Бог, это возвести надземную часть. Будем надеяться, что все получится. После совершения чины основания храма, Владыка Лонгин обсудил с заместителем командира дивизии Владимиром Демьяновым вопросы духовного окормления бойцов ВДВ. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия. Освящение храма в селе Смышляевка Кузоватовского района Ульяновской области стало долгожданным событием для местных жителей. Дореволюционный деревянный храм полностью сгорел, поэтому некоторое время жители села посещали молитвенную комнату, обустроенную в здании, которое до этого занимал магазин. Здесь на горе стояло, когда село было очень большое, до трех тысяч жителей было, то был построен еще до революционных годов, естественно. Огромный храм. Я его помню прекрасно. Я приезжал тогда, осматривал его. И вот этот храм, конечно, после революции был закрыт и разрушался. Он был деревянный. Разрушения были невосполнимы. То есть колокольня была целая, так, часть, алтарь, алтарь не части. И в какой-то момент там тут то ли ребят, ребятишки баловались. Ну, храма-то лет у него сгорел. То есть не осталось даже вида храма. В 2018 году началось строительство нового храма на новом месте. Благочинный Кузоватовского округа Симбирской епархии протерей Сергий Арестов отмечает, что есть преемственность между дореволюционным и новым храмом. То, что храм в честь воздвижения креста Господня, в этом есть некое преемство с тем старым храмом. Сохранилась одна икона в окладе. Она, конечно, реставрации подлежит, но, тем не менее, вот одна иконочка старого храма сохранилась. Она будет отреставрирована, она написана. Она в честь Казанской Божьей Матери с житием, как бы, с небольшим. Вот, она тоже займет место в этом храме. И преемство сохранится. Большой вклад в дело строительства крестовоздвиженского храма внесло ООО «Смышляевское». Огромную помощь оказывали депутаты, жители села и неравнодушные люди. В то время, когда мы задумали строить церковь, это было на 300-летие села, 6 лет назад, я еще был старостой. Поэтому вот инициатива исходила, конечно, от меня. Создали инициативную группу, проголосовали на сходе граждан и решили церковь быть. Поставили сроки 5 лет. В принципе, мы уложились. 16 июня митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил великое освящение храма в честь воздвижения креста Господня в селе Смышляевка. Во время чина великого освящения совершается утверждение престола нового храма – образа гробницы святого, так как в древности литургия совершалась на гробах святых мучеников в катакомбах. Затем престол и весь храм помазываются миром. Стены храма внутри и снаружи окропляются святой водой. Совершается крестный ход вокруг храма с мощами святых, которые затем закладываются в основании престола. ПЕСНЯ Владыка Лонгин поздравил жителей села с освящением Крест-Воздвиженского храма и поблагодарил всех, кто принимал участие в его строительстве. Затем митрополит Лонгин совершил божественную литургию в освященном храме. ПЕСНЯ По завершении литургии Владыка, обратившись к прихожанам, пожелал им как можно чаще посещать богослужения. Храм – это место, куда люди должны приходить для того, чтобы молиться Богу, для того, чтобы встретиться с Богом в таинствах церковных. Если храм есть, если храме совершается богослужение, эта молитва должна быть храмовой. Где двое или трое собраны во имя Мое, так сказал сам Господь Иисус Христос, там и я посреди них. Вот я призываю вас убедительно и насколько могу, призываю вас обязательно посещать храм на богослужении. Обязательно учиться молиться и своими словами, и молитвой церковной. Ктитр храма Василий Казанчев и его супруга были награждены медалями Святого Блаженного Андрея Симбирского 2-й и 3-й степени. Архиерейские грамоты были удостоены глава администрации Карамысловское поселение Ольга Рыбакина и благотворители храма. Митрополит Лонгин передал храму копию иконы собора Симбирских святых и раздал прихожанам иконы воздвижения Креста Господня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Для прихожан Кафедрального спаса Вознесенского собора Ульяновска сегодня самый настоящий праздник. В храм прибыла Великая святыня – ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божией Матери. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. С IV века святыня находилась в Константинополе, во Влахернском храме. В X столетии пояс был разделен на части, одна из которых в настоящий момент хранится на Афоне в Отапецком монастыре. Особенно еще со времен пребывания пояса в Константинополе почитают эту святыню, обращаются к ней женщины в разных нуждах и особенно для помощи при рождении и воспитании детей. Со Святой горы Афон вот эта частица пояса Пресвятой Богородицы приносилась в Россию в 2011 году. Я не случайно вспомнил принесение пояса Богородицы в Россию в 2011 году. Огромное количество людей тогда смогло помолиться перед этой святыней. И вы знаете, мы священники знаем, в следующем году появилось множество детей, о которых женщины, которые не могли до этого родить, приходили и благодарили. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы доставлен в наш город из Санкт-Петербурга, куда святыня была передана к 200-летию Казанского кафедрального собора. Молебен у ковчега с частицей пояса Божьей Матери совершил секретарь Симбирского епархиального управления Иерей Роман Сладко в сослужении духовенства собора. Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава Цвей Сыну и Святому Богу! По окончании молебна отец Роман обратился к прихожанам. Мы с вами, дорогие братья и сестры, в своих молитвах очень часто обращаемся к Пресвятой Богородице, как заступница усердной, ходатается перед Богом, а нас грешит. Мы почитаем Пресвятую Богородицу выше всех святых. Мы не относимся к Пресвятой Богородице с особым трепетом. Сейчас, дорогие братья и сестры, вы спокойно можете подойти, приложиться к поясу Пресвятой Богородицы. Прежде всего, не забывая о том, что вы собрались в праве для молитвы. Верующие пришли, чтобы помолиться за себя, своих родных и близких, попросить помощи и поддержки. У меня брат сейчас уехал на фронт в Украину. Я пришла к нам в лицо. Я верю, она помогает, она спасает, защищает нас. О своих детях, о своей внучке, чтобы было здоровье у всех и чтобы мир настал. И это, наверное, самое главное. Это очень важно. Все люди, мы так или иначе, мы русские, мы верующие. И нам нужна эта опора. Это очень важно. Это очень помогает. В дни пребывания ковчега с частицей пояса православные добровольцы организовали посменное дежурство у святыни. Ребята отвечают на вопросы о графике ее пребывания в соборе, протирают ковчег и икону, распространяют миссионерские буклеты и помогают организовывать очередь. Сегодня мы помогаем у ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Мы раздаем буклеты, информируем людей, протираем иконы. Это очень важно для нас, потому что таким образом мы помогаем людям и делаем доброе для Бога. Принесение святыни в Ульяновск организовано Синодальным отделом по делам молодежи по согласованию с комиссией по вопросам принесения святынь при Патриархе Московском и всея Руси в рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь». Идея продавать просветительскую программу родилась более 10 лет назад. Она была приурочена к воссоединению русской православной церкви и русской зарубежной православной церкви. И это выразилось желанием молодых людей принять мощи Иоанна Шанхайского. И с тех пор под эгидой Синодального отдела по работе молодежи принесения святынь происходит одновременно с просветительской программой. Потому что любая святыня при принесении святыни это в том числе повод собраться вместе, ведь церковь это собрание. В современном мире нам все реже и реже дается собраться, им так вот вживую пообщаться. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы будет находиться спас в Вознесенском кафедральном соборе до 24 июня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова